Городской дом культуры на один день превратился в царство древнегреческой музы Терпсихоры. Здесь прошел отчетный концерт танцевального клуба «Академия». Вальс, квикстеп, самбо, румба, ча-ча-ча – вот только некоторые танцы, которые изучают юные артисты в Академии. О волнениях, эмоциях и невероятной пластике движений юных танцоров смотрите в материале Надежды Калининой. Спортивные бальные танцы – это одновременно и спорт и искусство. На протяжении 14 лет в Славянском районе существует танцевальный клуб «Академия». Более 120 ребят от 4 до 14 лет под руководством опытных тренеров занимаются бально-спортивными танцами. На отчетном концерте ребята показывают то, чему научились в клубе за годы обучения. Бально-спортивные танцы делятся на две группы – латиноамериканские и европейские танцы. Но в данный момент у нас отчетный концерт, и это называется концертная программа. То есть в конкурсной программе только 10 танцев, то есть 5 танцев латиноамериканских и 5 танцев европейских. Но когда мы готовим концертную программу, мы, как правило, для того, чтобы детям было интересно и чтобы они всесторонне развивались, мы туда включаем и современные танцы, и народные танцы. Итоговый отчетный концерт – это ответственное и важное испытание для танцоров, поэтому к нему спортсмены готовятся особенно тщательно. Анастасия Сомова в клубе «Академия» занимается три года. За это время девочка научилась уверенно чувствовать себя на сцене, поэтому волнения перед выступлением она не испытывает. Сегодня все у нас должно пройти хорошо, потому что мы очень занимались долго и тренировались. Я не волнуюсь, потому что я уже привыкла выступать. Глядя на воспитанников клуба «Академия», может сложиться впечатление, что научиться танцевать легко и просто. Но за каждым грациозным движением скрывается кропотливая работа, ежедневные тренировки и железная сила воли. Отчетный концерт – это не соревнование, здесь нет победителей. Для каждого участника это бесценный опыт предстоящих соревнований, а также стимул для достижения дальнейших побед. Надежда Калинина, Александр Косицын, программа «События».